Всем привет! Добро пожаловать на пятую лекцию Академии Экодачника. Меня зовут Светлана Калмыкова, я агроном компании OrganicLine и сегодня мы с вами поговорим о том, чем подкармливать рассаду. На начальном этапе рассаду можно не подкармливать. Если у нас с вами правильно подготовленный грунт, во второй лекции Академии Экодачника мы с вами услышали, как правильно подготовить грунт для выращивания рассад. Если мы все сделали по правилам, грунт у нас заправлен, обработан, в составе есть биогумус, раскисленный торт, то на первом этапе этих питательных элементов, которые содержатся в почве, а также в самом семечке, для растения будет достаточно. И на ранних стадиях до фазы 2-3 настоящих листьев рассаду подкармливать не рекомендуется. Дальше, после того, как растение развивается, уже можно потихонечку начинать вводить подкормки. И для первого подкормки лучше всего использовать биоудобрения на основе живых бактерий, азотфиксирующих, фосфор-калиемобилизирующих бактерий, например, живое удобрение. В его составе азотобактер, энтеробактер, энтерококкусы, фосфор-калиемобилизирующие и азотфиксирующие бактерии, которые обеспечат поступление питательных элементов из грунта в растения в доступные для растения формы. Они переводят питательные элементы почвы в доступную форму и подают корням растения именно в том количестве и в той доступной форме, которая растениям нужна. Помимо азотфиксирующих и фосфор-калиемобилизирующих бактерий в составе живого удобрения, лактобацилус, бацилус субтилис, они помимо того, что защищают растения от болезней, еще обеспечивают выработку полезных метаболитов, фитогормонов, витаминов, аминокислот. Все вместе это оказывает стимулирующий эффект, укрепляет иммунитет растения и защищает от болезней. По мере роста растения нуждаются во все большем количестве питательных веществ, макро- и микроэлементов. Чтобы обеспечить растущие потребности молодого растения, рекомендуем использовать микро- и макроэлементные подкормки. Но желательно использовать тоже удобрения, в которых микро- и макроэлементы содержатся в доступной для растений форме. Например, Гроу-Хелп. В составе Гроу-Хелпов содержатся макро- и микроэлементы в оптимальном для растений количестве, а главное в биодоступной для растений форме. Их биодоступность обеспечивает микроорганизмы, бактерии, которые поддерживают эту биодоступную форму для растений. Микроэлементы, как правило, в природе содержатся в виде нерастворимых солей, и они очень труднодоступны для растений. В сельском хозяйстве используются хелатированные формы микроэлементных подкормок, но, как правило, это сложные синтетические молекулы, из которых элемент металла, микроэлемент, как правило, это металлы, усваивается растение. А вот этот хвостик тяжелой синтетической молекулы мало того, что не усваивается растением, но и попадает в почву, накапливается и негативно влияет на почву в дальнейшем. Также хелатируют микроэлементы уксусной кислотой, но молекула уксусной кислоты короткая, хелатообразующая способность у нее низкая, плюс уксусная кислота в водном растворе может давать осадки окислов металлов. И самая полезная для растений форма биодоступных микроэлементов, это когда они хелатированы аминокислотами. Собственно, бактерии вырабатывают аминокислоты, которые позволяют микроэлементам поддерживаться в биодоступной для растений форме. Также в состав Grow Help входят органические вещества. Например, пептиды – это короткие участки белка, которые используются растением для синтеза белков и меньше растения тратятся на энергию на синтез белков. Витамины группы В, которые стимулируют рост растений. Полисахариды играют защитную и ростостимулирующую роль, удерживают влагу в растениях, повышают доступность питательных веществ для растения. А также янтарная кислота. Часто слышим возражения, что в одном растворе не может присутствовать живые бактерии и янтарная кислота. Но в Grow Help нам удалось подобрать оптимальный состав. И штаммы, содержащиеся в Grow Help, прекрасно выживаются с янтарной кислотой в одном флаконе. И все прекрасно работает и стимулирует рост и развитие растений. Начиная с фазы 3-4 настоящих листьев, рекомендуем провести подкормку Grow Help укоренитель. Для этого надо 3-4 мл развести на 1 л воды и пролить рассаду для формирования мощной, здоровой корневой системы. Ускоряется корнеобразование, корневая система становится мощной, здоровой, а здоровая корневая система – это здоровье наших растений. В дальнейшем рекомендуем обработку Grow Help укоренитель проводить при каждой пикировке или пересадке рассады. Единственное, что не увлекайтесь, пока у вас растение растет в ограниченном объеме, Grow Help можно обработать 1-2 раза, больше не нужно. Дальнейшие уже обработки будут при пересадке на постоянное место роста. И спустя 2 недели примерно после обработки Grow Help укоренитель можно подкормить нашу рассаду другим видом Grow Help. Если вы выращиваете овощи, как правило, у нас рассада овощей, то это будет Grow Help овощи. Если кто-то выращивает цветы, можно использовать Grow Help для цветущих или для декоративно-лиственных растений. Подкормка проводится из расчета 5-10 миллилитров на литр воды. Можно как опрыскивать листочки, так и поливать грунтом. Поскольку микро- и макроэлементы – это залог вкусного урожая и здорового растения, то, используя линейку Grow Help, вы получите для растений и сбалансированное питание, и устойчивый иммунитет, и в конечном итоге вкусный и качественный урожай. Также хотим отметить, что в прошлом году мы получили органический сертификат на нашу продукцию. Это значит, что вся наша продукция разрешена для применения в органическом хозяйстве. Это очень важно и для сельхозпроизводителей, и для нас, кто выращивает урожай на своих садовых участках. На этом у нас все. А теперь домашнее задание. Снимите видеоотчет, как и чем вы подкармливаете рассаду. Отмечайте наш аккаунт «Кадачник» и ставьте хэштег «Академия Кадачника 2024». До новых встреч!